Базовые техники, физическую подготовку, а также результат упорных тренировок показали спортсмены на турнире боевого искусства по тэквондо. 130 ребят боролись за призовые места. Наталья Дуркина продолжит тему. Четкие удары, результат упорных тренировок. Родион Каранчеев 9 лет оттачивает свое мастерство. У юноши первый гыб. Это красный пояс с черной полоской. Спортсмен не первый раз принимает участие в соревнованиях. Не так давно вернулся с Кубкой юности России по тэквондо. Хорошо занял второе место спарринга. Желание просто заниматься, заниматься, проходить дальше. Вместе с Родионом отличные результаты привезла и Елизавета Бякина. Корейским боевым искусством спортсменка занимается более 8 лет. На соревнования выезжаем не первый раз. Конечно, волнение было. Но в целом съездили неплохо, хорошо показали себя. Привезли медали. Спортсмены старше 18 лет бились за Кубок России. От 10 до 17 за Кубок юности России. По итогам этого Кубка и Кубка юности России мы постараемся, если нас включит состав, то мы, думаю, будем настроены показать хороший результат именно на этих международных соревнованиях. Девчонки, спортсмены, они показали себя очень хорошо. Ребята тоже показали себя достойно. Подрастающее поколение, которое 10 лет, 11 лет, как раз очень большой состав идет. Сейчас у нас немножко такой провал возрастной 15-17 лет получился. Но вот именно сейчас у нас подтягивается большой состав. Очень 10-11, 12-14. Я думаю, что призовые места нас не заставят долго ждать. Право открыть турнир предоставили депутату Государственной Думы Сергею Коткину. Мы все с вами видели, как у наших ребятишек горят глаза, как они с обратной силой характера сценились в победе и показали все свои лучшие качества. Наша школа не так в том, молотает, но уже практически не уже представляет себя на российском уровне. Мы привозим награды чемпионатов России. Более того, соседи нам наши ребяты стали победителями еще и на Европейском уровне, в Кубах Европы. Безусловно, что с вами во вторых встречах, перед гормозом наши ребяты, действительно, обстоятельствами наших ребятов и праздников. Соревнования на призы депутата Государственной Думы прошли во второй раз. В этом году они приурочены к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Наверное, не застою, что столь крупное и зрелищное мероприятие состоялось благодаря тренерскому составу, организаторам соревнований, ну и, конечно, поддержке родителей. И хочется сказать слова благодарности и пожелать дальнейших успехов тем единомышленным, которые продвигают декаблодор в немецком охранном уровне. В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов. Это воспитанники Дворца спорта «Норд» и Школы Олимпийского резерва «Труд». Турнир начался с показательных выступлений. Ребята познакомили всех присутствующих с многообразием боевого искусства. Затем хьонги. Это формальный комплекс, подразумевающий бои с несколькими невидимыми противниками. Он включает в себя удары, блоки и стойки. Далее шли спарринги. Окружной турнир проходил по двум системам – ВТФ и ГТФ. По ВТФ-дисциплине проходили поединки в несколько раундов, по ГТФ – в один. В соревнованиях участвовали ребята с пяти лет. «Система олимпийская. Человек, который проиграл, он выбывает из сетки. И призовые места – это у нас первое, второе, третье место. И поэтому первые места будут получать кубки президент Сергея Николаевича. Поэтому ребята сейчас, я думаю, очень постараются, потому что не всегда есть возможность побороться за хороший кубок». Впереди спортсменов ждет участие в международных соревнованиях – чемпионат первенства Европы. Наталья Дуркина, Антон Возреков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова